Сегодня предлагаю окунуться в более далекое доисторическое прошлое нашей планеты, более чем на два миллиарда лет назад. Многие события и процессы в этот период до конца еще не поняты, однако с каждым годом исследователи узнают все больше подробностей об эволюции на более молодой Земле. В данном обзоре речь пойдет о том, что помогло ранним организмам, таким как цианобактерии, выжить в более суровых условиях, связанных с высоким уровнем ультрафиолетового излучения безозонового слоя, а также насытить кислородом океаны миллиарды лет назад и создать условия для развития жизни в том виде, как мы можем ее представить за последние миллионы лет. Что также может быть использовано и в качестве примера для лучшего понимания потенциала возникновения биосфер на поверхностях экзопланет, которые находятся под воздействием повышенного уровня ультрафиолетового излучения. Солнечное ультрафиолетовое излучение является ключевым фактором, контролирующим обитаемость планетарных поверхностных сред и регулирующим ход эволюции жизни. До 2,4 миллиарда лет и развития защитного озонового слоя, поток ультрафиолетового излучения, в частности с длинами волн соответствующими бактерицидному ультрафиолетовому излучению, который достигал поверхности Архейского океана, был на порядок выше, чем сегодня. В результате чего, темпы повреждения ДНК незащищенных организмов могли бы ограничить размер и масштаб биосферы. Для того, чтобы выжить фотосинтезирующим микроорганизмом, таким как цианобактерии, в процессе эволюции потребовались бы механизмы восстановления ДНК, либо белкового обмена связанного с синтезом собственных белков и аминокислот путём заимствования компонентов из внешней среды, чтобы избежать ущерба, вызванного ультрафиолетовым излучением, для защиты от вредного его воздействия. Кроме того, новый интерес к способности жизни переносить высокую радиационную среду был вызван недавними открытиями планет земной группы в обитаемых зонах ряда ближлежащих красных карликов, таких как к примеру Тропист-1 и Проксима Центавра. Они имеют существенно разные звёздные спектры по сравнению с Солнцем, а планеты находятся гораздо ближе к своим звёздам чем Земля, что вероятно приводит к значительно большим потокам ультрафиолетового излучения на поверхности этих экзопланет. Стоит упомянуть, что на 1 сентября 2018 года учёными обнаружено уже 3823 экзопланеты. Современные цианобактерии имеют механизмы противодействия повреждению ультрафиолетовым излучением, такие как восстановление ДНК, детоксицирующие ферменты, пигменты и солнцезащитные молекулы, поглощающие ультрафиолетовое излучение. Однако эти системы могут быстро перегружаться под устойчиво высокими дозами ультрафиолетового излучения, а некоторые штаммы цианобактерий часто слишком малы для размещения достаточного количества солнцезащитных молекул для эффективной защиты. Для микроорганизмов, обитающих в колониях на грунте водоёмов или в его толще, минерализованные покрытия и внеклеточные оболочки обеспечивают физическую защиту от ультрафиолетового излучения. Многие из этих организмов способны мигрировать вниз в осадок или цианобактериальные маты и использовать воздействие ультрафиолетового излучения как экологический сигнал. А некоторые планктонные цианобактерии имеют способность регулировать глубину обитания при помощи газовых вакуолей или баллистировки ультрафиолетового излучения. Так, под действием высокого уровня ультрафиолетового излучения и при сильном подъеме глубинных вод океана к поверхности или сильном перемешивании верхних десятков метров водного столба, фотосинтезирующие бактерии вынуждены опускаться в более глубокие части океана, где достаточное количество солнечного света для фотосинтеза, а уровень излучения ниже. В наши дни поглощение ультрафиолетового излучения в океанах происходит благодаря оптическим и гидродинамическим свойствам воды, а также за счёт растворённого и взвешенного вещества в водном столбе. А в современных прибрежных водах гуминовые вещества растительного происхождения или природные органические соединения, образованные путём разложения микроорганизмами растительных осадков, а также окрашенные растворённые органические вещества или органические вещества в виде частиц, играют доминирующую роль в ослаблении ультрафиолетового излучения. В открытом океане ультрафиолетовое излучение может проникать глубоко в смешанный слой водного столба до 26 м. Но глубину проникновения бактерицидного ультрафиолетового излучения в архее трудно спрогнозировать, потому как в современной экосистеме оно ослабляется ещё до достижения поверхности земли. Однако отсутствие в архее гуминовых веществ, растительного происхождения и защитного озонового слоя океана могло позволить высокоинтенсивному ультрафиолетовому излучению, включая и бактерицидное ультрафиолетовое излучение достигать большей глубины в древнем водяном столбе. Модель для самых чистых вод океанов современности показала, что во всём смешанном слое архейского океана излучение было достаточно высоким для разрушения ДНК, что могло служить значительным препятствием для размножения ранних цианобактерий, в отличие от современных их родственников. Хотя было высказано предположение о позднем происхождении цианобактерий, многочисленные данные свидетельствуют о том, что планктонные их популяции развивались и могли сохраняться в архее минимум 2,7 млрд лет назад, несмотря на высокое ультрафиолетовое излучение. Но какие факторы помогли цианобактериям выжить в столь суровых условиях и дать глобальную защиту всей планете. Известно, что ультрафиолетовое излучение эффективно поглощается растворёнными мелкодисперсными частицами железа, которые присутствовали в океанах того периода. В частности, оксид двухвалентного железа, который в поверхностных водах окисляется до оксигидроксида железа или ферридрита. При помощи анооксигенных фототрофных бактерий, которые осаждались на морском дне, оксигидроксиды трёхвалентного железа, образованные этими бактериями, могли обеспечивать защиту от ультрафиолетового излучения при свободном присоединении к клеточным поверхностям. Кремнизём является ещё одним важным компонентом морской среды архея. Растворённая двуокись кремния имеет высокую способность связываться с трёхвалентным железом и легко адсорбируется на водных поверхностях оксидов железа в различных природных условиях. С использованием современных геотермальных источников и экспериментальных моделей исследователи предположили, что оксид железа и оксид кремния в корках над бактериями на дне водоёмов или в их прибрежной зоне могли обеспечить эффективную защиту от ультрафиолетового излучения в архейских водах. Чтобы это проверить, исследователи моделировали древние условия морских вод архея, насыщенных оксидидроксидом железа и двуокисью кремния, с вращиванием хорошо изученных и полностью секвенированных одноклеточных цианобактерий под воздействием бактерицидного ультрафиолетового излучения. В результате лабораторных экспериментов с бактериями, в моделируемых геохимических условиях морей архея, исследователи выяснили, что взвешенные в воде осадки оксидроксида железа с кремнием способны поглощать до 70% бактерицидного ультрафиолетового излучения, при этом сохраняя излучение, необходимое для роста бактерий, что позволяло выживать большому количеству бактерий. А вот бактерии без присутствия своеобразного крема от загара выживали с большими потерями, но всё же выживали. Однако исследователи отмечают, что высокие коэффициенты смертности продолжали бы ограничивать расширение цианобактерий на большей части освещаемой солнцем верхней толщи архейских водных просторов. Но несмотря на то, что оксидроксиды железа с кремнием сыграли важную роль в смягчении ультрафиолетового стресса у бактерий, проблема выживаемости всё же была актуальной до тех пор, пока уровня кислорода в атмосфере не хватило для создания защитного озонового слоя. В итоге представленные учёными результаты исследований подчёркивают важность условий окружающей среды на планете для возникновения и развития жизни. Довольно впечатляет тот факт, что так много факторов должно было сложиться в определённом порядке, чтобы огромное количество видов живых организмов, включая и нас, могли жить на этой планете. Вникая в эти вопросы, начинаешь ценить жизнь ещё больше, невзирая на материальные и социальные претензии к ней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 канала? Если да, то предложите в комментариях свои варианты. А я на этом не прощаюсь, не забывайте оставлять комментарии, отвечать на вопрос и подписываться на канал.